Это новости, главное за неделю. Прямо сейчас о бюджетной арифметике и виртуозном жонглировании цифрами, зарытых в новгородскую глину 30 миллионов рублей и новгородской республики Шкит. Не на экране, а в жизни. Меня зовут Евгений Янин. Здравствуйте. В регионах России начался традиционный осенний марафон. Название ему – утверждение бюджета на будущий год. На федеральном уровне марафон стартовал. Еще в конце сентября в Госдуму привезли увесистые сумки с бумажной версией проекта бюджета страны. В документе более 10 тысяч страниц. За месяц парламентарии его изучили и даже приняли с поправками в первом чтении. В регионах кампания тоже началась. Сценарий примерно такой же, как и в Москве. На старте перманентно сокращающееся финансирование в ходе всей гонки обсуждения. Подчас сопровождается бравурными речами, громкими лозунгами и попытками некоторых сколотить репутационный капитал на борьбе с режимом. А на финише – финансовый план, который позволяет свести концы с концами. В Новгородской области традиционно право первыми ознакомиться с параметрами главного финансового документа получили новгородцы. Общественные слушания ожидаемо собрали аншлаг. В зале – знакомые лица, что тоже было предсказуемо. Риторика, в общем-то, тоже не нова. Ну, например, кандидат экономических наук Анна Черепанова окрестила бюджет 2018 бюджетом против всех, проводя параллель с кандидатом в бюллетенях. В прошлом году, кстати, руководитель новгородского «Яблока» была менее аллегорична, именуя финансовый план просто бюджетом умирания. А в 2015-м, напротив, высказывалась Витиевато, назвав бюджет «химерой», подчеркивая его несбыточность. Наш корреспондент Юлия Бабич вслушалась высказывания новгородцев, вчиталась в текст проекта бюджета и зафиксировала странное. Если в прошлом году критикам бюджета не нравилась его заведомая невыполнимость, то в этом как раз отсутствие неподкрепленных финансами, но привлекательных направлений бюджетных трат. Счастье наших руководителей в том, что наш народ терпелив. И когда-нибудь, если не будет изменено отношение к бюджету, сюда приедет не блогер львовский, а отряд боевиков. Обсуждение проекта главного финансового документа на 2018 год было действительно жарким. Критика лилась рекой. Традиционно протестовал блогер Владимир Львовский. Общественница Анна Черепанова, как и год назад, тоже негодовала. И даже окрестила проект, цитата, бюджетом ликвидации Новгородской области. Я хочу сказать, что в 2018 году драматически сокращаются расходы областного бюджета. Слайд номер 4 покажите, пожалуйста. Снижаются все расходы на социальные статьи, на поддержку экономики. Расходы растут только по пяти разделам. Общегосударственные вопросы, это чиновники, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, культура и кинематография за счет инвестиций. А теперь давайте прислушаемся к речи представительницы Яблока и пройдемся по параметрам документа помедленнее. Объем региональной казны на 2018 запланирован в размере 25 миллиардов и 300 миллионов рублей, что действительно на 2,5 миллиарда меньше, чем в 2017. Об этой дыре в бюджете неоднократно говорил губернатор. Связана она с падением налоговых доходов. На что же пойдут деньги? 23% или 5,7 миллиарда рублей составляет социальная политика. Образование 5,2 миллиарда. 16% от общего объема региональных финансов уйдут на здравоохранение, то есть больше 4 миллиардов рублей. Областной дорожный фунт в следующем году по плану составит 2,6 миллиарда. На что же урезаны расходы и о чем говорит Анна Черепанова? Речь общественницы мы переслушали вместе с руководителем регионального департамента финансов. Елена Солдатова подчеркнула сравнение итогового бюджета 2017 со всеми дополнительными федеральными вливаниями и проекта на 2018, который еще не единожды изменится, некорректно. Корректно было бы сравнивать бюджет в первом чтении прошлого года и бюджет, готовый к первому чтению текущего года. И тогда вот эти показатели, о которых говорит Анна, они практически рушатся. Потому что, допустим, образованию говорится миллиард рублей минус. Но мы все помним, что мы уже в 2017 году получили деньги на строительство школы в Скосном микрорайоне. И эта сумма составила 800 миллионов рублей. И она вошла уже в бюджет действующий 2017 года. А еще были 49 федеральных миллионов на завершение работ в 36-й школе, 95 миллионов из резервного фонда президента на ремонт образовательных учреждений. А теперь то, что касается общегосударственных расходов. В действительности они в будущем году существенно снизятся. Если мы посмотрим с бюджетом прошлого года, то он у нас уменьшился на 100 миллионов рублей. И если по отношению, то это 92,8 процента. То есть он составляет от прошлого года. В социальной политике никаких глобальных изменений не произойдет, уверяет Елена Солдатова. Все выплаты сохранятся. Это главное, на что власти обращают внимание жителей области. Сокращение же расходов по сравнению с 2017 годом связано с окончанием строительства и реконструкции объектов. Например, интерната Аксочи. Не должен стать бюджет 2018 шоковой терапией и для аграриев. Но нововведения в этой области все же есть. По основным направлениям, по которым формируется бюджет, у нас сохранена поддержка. Она уменьшена в части той, что изменено финансирование по кредитам. Раньше была компенсация процентной ставки по кредитам. И эта сумма составляла до половины всех средств, направляемых на сельское хозяйство. С 1 января 2017 года нет компенсации процентной ставки, а есть просто льготное кредитование. Стоит отметить еще одну новинку. 50% отчисления от уплаты налогов по упрощенной системе осядет в муниципальных бюджетах. К примеру, глава Боровического района назвал эту меру серьезным подспорьем в погашении кредиторской задолженности, которая у района сейчас совсем не маленькая. Это позволит решить, пусть не все, но некоторые задачи, которые мы бы не смогли решить, не имея вот этих поступлений. Поэтому мы с радостью восприняли эту новость. Традиционно свою оценку документу дала прокуратура. Заключение поступило в областную думу, и в нем есть несколько замечаний. Они касаются дополнительного финансирования обеспечения жилья детей-сирот и дополнительного финансирования здравоохранения. Я абсолютно согласен с этими замечаниями. И то, и другое нужно дополнительно финансировать, нужно выделять деньги. И, естественно, при первой возможности, как только поступят дополнительные деньги в областной бюджет, мы, естественно, будем дополнительно финансировать и ЖГИО для детей-сирот, и дополнительно профинансируем здравоохранение. В целом же проект бюджета на будущий год прокурорскую проверку прошел. Теперь документ ожидает следующий этап – рассмотрение на заседании областной думы. Для примера, проект бюджета на 2018 год в бумажном варианте выглядит вот так. Это два тома «Войны и мира» или 500 страниц формата А4. И каждый этот листочек парламентариям предстоит тщательно рассмотреть. Краткого содержания здесь быть не может. Первое чтение законопроекта состоится в конце ноября. Юлия Бабич, Андрей Константинов, Савва Ушаков. Новости. Главное за неделю. Освоить финансирование – фраза, которая в современной России становится синонимом работы, сделанной в ППХ, лишь бы средства не пропали. Деньги, которые Великий Новгород получил из государственной казны на создание комфортной городской среды, применить по назначению удалось пока лишь наполовину. Оставшиеся даже освоить пока не получается. Подрядчики, задействованные на общественных территориях, в парке в Луговом и в зоне отдыха у Веряшки, выходят на финишную прямую работу этого года. А вот самый масштабный объект – парк юности – пока отстает. Причину пытались выяснить всем миром на публичных слушаниях. Скрылись подробности, спрятанные под слоем новгородской глины, несколько лет. Подрядчик утверждает, качественно сделать дорожки и спортплощадки не позволяет неработающая дренажная система. А ведь ее оплатил вологодский инвестор еще два года назад. Он вложил в будущий парк порядка 30 миллионов рублей. До сути запутанной истории пыталась докопаться Кристина Абелян. «Просто человек, который попался. Дальше уже обратного хода не было, дороги. Надо было марку держать и все, чтобы не попасть в реестр неблагонадежных подрядчиков». 16-миллионный контракт по строительству первого этапа парка «Юность» для компании подрядчика оказался практически ловушкой. Условия, в которых пришлось работать строителем, изначально походили на кота в мешке. «Мы за два дня до конкурса узнали, что есть такой объект, который нужно выполнить. И быстро…» «А вас не смутили эти короткие сроки? Почему вы на это пошли?» «Я уже знал, что никто не хотел сюда влезть. Меня попросили помочь. Я постарался, пошел навстречу, стал участвовать в конкурсе». Контракт заключили еще 25 августа. Но, по словам подрядчика, состояние площадки рабочей смогли оценить только постфактум. А приступили к стройке лишь в середине сентября. «Скейт-байк-парк, воркаут-площадка, детские игровые комплексы, пешеходные дорожки – так в идеале парк «Юности» должен выглядеть уже в декабре этого года. Частично так оно и есть. Тренажеры уже установлены, только выглядят они как совершенно чуждые этому месту островки среди непроходимой грязи. Дренажная система не справилась со своей функцией и превратила будущий парк в заболоченный пустырь. Техника вязла и вязнет в тягучей липкой глине. Но нынешний подрядчик и его заказчик уверены – дело это не сегодняшнего дня. Чтобы докопаться до сути, нужно вспомнить события двухлетней давности. Инвестор, владелец ТРЦ «Мармелад», компания «Нординвест», взяла на себя ответственность подготовить пустырь у бульвара «Юности» к возведению парка. Проект – планировка территории и строительство инженерных систем, дренажа и ливневки. Общую сумму – порядка 30 миллионов рублей. «Нординвест» свою часть договора выполнил. Деньги были выделены, нанятый подрядчик их освоил. Правда, официально подтвердит, что когда строители схалтурили, мэрия взялась только когда на кону оказались миллионы, и появился риск вернуть их в Москву и не получить дополнительные в будущем году. Водоканал провел визуальный осмотр. Не экспертная оценка, но этого показалось достаточно, чтобы наконец открыть глаза на причину многолетних луж. Не хватает некоторых колодцев дренажных, и нет участков осушительной этой системы. Это уже получается просто какой-то обман администрации, которые принимают эти работы по инвестиционному соглашению от «Мармелада». В связи с этим мы даже направили в прокуратуру письмо с просьбой разобраться в этой ситуации. С момента приемки объекта от подрядчика и инвестора, хозяин, то есть мэрия, взяла всю ответственность на себя. Запрашивать ремонт по гарантии тоже уже поздно. Период истекает меньше, чем через месяц, чего для официального хода явно недостаточно. При этом в администрации напоминают, что подсчет колодцев не из забота. В РСК четко сказано, что если объект под надзором, осмотр объекта, не проводится органом, выдающим разрешение, в том числе и на строительство. Поэтому извините все претензии к областной администрации, в числе, в том числе и к государственным строительным обзорам. В то же время Павел Морозов обещает довести дело до суда. В частности, разобраться с Нординвестом и доказать, что работы двухлетней давности были выполнены некачественно. А у подрядчика, который строит парк, пока другая головная боль – уложиться в срок. Отставание от графика на месяц. Плюс почти полтора миллиона сверхрасходов. Лишние 600 кубов песка и 250 щебня. Здесь воды больше нет? Нет, здесь воды нет. Здесь мы дренаж проложили, там тоже проложили. Возле, вокруг скейтбайк-парка, по периметру, тоже проложен дренаж. Взамен старой системы? Старой системы здесь не было. Мы, когда вот здесь прокладывали, мы дренаж не увидели. То есть ее, в принципе, не было? Ну, мы не видели. Может, она где-то есть, не знаю, на какой глубине. У нас нет чертишей. Чтобы сказать, что я не было, и нет, я не могу. Сегодня же обещали начать асфальтировать дорожки. До конца месяца установят скейтбайк-парк. Сомнений в том, что первая очередь будет готова в середине декабря, у подрядчиков нет. Ручается и за минимум пятилетнее качество. Останется ли комплекс на плаву или пойдет ко дну вместе с вешними водами? Кто будет покрывать внеплановые затраты и отвечать за вязки и топи? Эти вопросы ходят по замкнутому кругу между всеми участниками процесса. Но, как минимум, плавучесть парка оценим уже весной. Кристина Абелян, Сергей Корнев, Вячеслав Зубов, Савушаков. Новости. Главное за неделю. В Великом Новгороде возрождается традиция наставничества. 13 подростков, стоящих на пороге выбора жизненного пути, попали под крыло людей с успешной карьерой, опытных и мудрых, способных помочь найти первую ступеньку будущего успеха. Этот проект в прошлом году был запущен агентством стратегических инициатив. Их прошлый руководитель, ныне глава Новгородской области Андрей Никитин, тогда на полгода стал наставником подростка. Алена Сувтина встретилась со старшими товарищами и их подопечными и выяснила, что в основе этого тандема – покровительство или дружеская поддержка. Я не очень общалась с людьми, и поэтому я большинство обращала внимание на животных. С ними как-то проще. Ты сидишь, рассказываешь им, например, играешь, а тебе просто они молчат, они выслушивают и всегда рядышком. Мечта стать ветеринаром у Насти появилась именно тогда, когда пришло осознание, что кот или собака ближе, чем все домашние. Разговаривать с людьми в прямом смысле этого слова она научилась полгода назад, когда попала в подросток. Тогда же начала рисовать. Много и осознанно. Блокнот и карандаш всегда под рукой. Отрывки снов на бумаге – как новый сценарий ее жизни. Мультипликационный, но такой верный и продуманный. Есть моменты, когда человек, например, хочет что-то, чтобы с ним произошло, посмотреть, в какой ситуации, или какой-то момент исправить. И получается, в мультипликации это можно изобразить. Такие моменты уходит тоска, и жизнь подростка наполняется новыми красками, оттенками любимого лилового цвета. Идея стать военным журналистом пришла мне еще очень давно, потому что я смотрел новости, и там из Сирии, короче, был репортаж, что, ну, прямо из зоны военных действий, прямо в горячей точке вели репортаж. Он играет в теннис, любит спорт, увлекается историей, много читает и мастерит вот такие авиамодели. Но, правда, жизнь в его голове более прозаична. Карьера мечты – собственный бизнес. Там его благополучие будет только в его руках. Автосервис – как способ заработать и быть независимым от обстоятельств. Хотел стать программистом, даже не знаю. Мне сказали, что такая профессия вскоре может угаснуть, потому что больше будет нечего писать, программировать. Экскурсия по заводу «Квант» запала школьнику в душу настолько, что Егор твердо решил будущее за высокими технологиями. Какими именно – вот вопрос. На школьных уроках говорят о другом, потому и неинтересно. Он не отличник, да и не стремится к этому. Его цель – уехать из родного города. Желательно в северную столицу. Туда, где ему кажется, будет лучше. Вы спросите, что может быть общего у этих детей. На официальном языке это называется оказаться в сложной жизненной ситуации. На пороге, возможно, самого главного выбора в своей жизни. Теперь выбирать свой дальнейший путь. Им помогут наставники. Проект «Наставники не рядом, а вместе» в нашем регионе стартовал впервые. Будучи главой агентства стратегических инициатив, Андрей Никитин уже был в роли наставника. Тогда его подопечным стал молодой человек по имени Эдгар. Теперь по ковровым дорожкам здания правительства к кабинету главы региона идет Егор. Политикой никогда не интересовался, за новостями тоже не следит. Перед встречей лишь успел пробежаться по биографии наставника. Вот получается кабинет твоего наставника, да, к кабинету губернатора. Когда-нибудь хотелось бы, чтобы на этой табличке была твоя фамилия? Ну, нет, не хочу такой ответственности. В этот кабинет Егор еще вернется, уже с Андреем Никитином. Но для начала общее собрание. 13 подростков, столько же и наставников. Среди них вице-губернатор Ольга Колотилова, председатель областной думы Елена Писарева, руководитель департаментов, детский омбудсмен Елена Филинкова. Институт наставничества, когда-то был представлен в нашей стране широко. Были наставники и на производстве, и в образовании. Потом это ушло немножко. Сегодня президент у нас снова говорит о том, что проект наставники нужен, и президентом этот проект поддержан. Согласно регламенту программы, таких встреч с наставниками должно быть шесть. Но новгородские руководители уже меняют систему. В первый же день Андрей Никитин приглашает своего подопечного в свой кабинет. Угощает чаем, рассказывает о цифровой экономике и истории города, в котором они оба живут. Елена Филинкова тоже не стала расставаться с будущим мультипликатором Настей надолго. В тот же день взяла ее с собой на прямой эфир программы «Диалог». Ребенку, чье будущее, в том числе и в ее руках, просто необходимо раздвигать границы и показывать другой мир, более красочный. Ребятишки, которые находятся в трудной жизненной ситуации, почему я говорю про планку жизненных достижений, они иногда ставят ее очень низко, не соответствующие тому потенциалу, который у этих детей есть. Показать мир, дать советы, а иногда даже поговорить по душам. Этим детям важна не просто поддержка, им важно внимание и добрый друг. Наставник Эдуарда Игорь Неофитов таким для него уже стал. Их следующая встреча состоится 24 декабря, в воскресенье, в тот день, когда Эдик будет праздновать свой 17-й день рождения. Алена Суфтина, Андрей Константинов, Илья Круглов. Новости дня. Главное за неделю. У меня на сегодня все. Увидимся с вами ровно через 7 дней. И как обычно поговорим о главном за неделю.